В последние недели особенно актуальным стал вопрос, а насколько российские автопроизводители зависимы от иностранных комплектующих. На этот вопрос точнее всего поможет ответить закрытая статистика Минпромторга, ведь чиновники министерства ежегодно оценивали уровень локализации каждой модели отечественного производства. Для этого была придумана хитрая схема, которая учитывала даже скрытый импорт. Это те изделия, которые формально сделаны внутри страны, но почти целиком состоят из импортных деталей, сырья и материалов, то есть компонентов второго порядка. В итоге, если машина на 100% собрана из наших узлов и агрегатов, Минпромторг присвоил бы ей 8800 баллов. Почему именно столько, не знает, наверное, никто. И вообще сама система бальной оценки остается довольно запутанной. Но другой, как говорится, у нас нет. Так, по данным Минпромторга, в линейке марки Lada сильнее остальных локализована Гранта, а больше всего импорта в Ларгусе. С Ларгусом ситуация самая понятная. Эта машина построена на французской платформе Global Access, поэтому многие детали для нее было выгоднее закупать за границей. Тамошние заводы штампуют детали подвески и другие изделия просто огромными тиражами для конвейеров Альянса Рено-Ниссан по всему миру. Но почему исконно ВАЗовская Гранта оказалась локализована только наполовину? Увы, но все последние годы АвтоВАЗ старательно заменял продукцию ненадежных российских поставщиков импортными аналогами. Взять, например, механическую коробку передач. Для многоконусных синхронизаторов кольца и фиксаторы поставляли немецкие Хёбиггер и Инна Шеффлер. Также Шеффлер делал механизм переключения, а японская от Sumitec предоставляла тросовый привод. Итого, отечественные шестерни и картер. Ведь даже сальники и подшипники от иностранных производителей. И это только лишь пример одного агрегата. В двигателе и подвеске, не говоря про электронику, также наберется немало импорта. Сейчас отдел закупок АвтоВАЗа ускоренно ищет аналоги санкционных изделий, выпущенные локальными компаниями. Благо, такие действительно есть. Главное, чтобы качество этой продукции не уступало заграничным аналогам. Ведь чтобы попасть на вазовский конвейер, каждый поставщик проходил строгую оценку по стандартам альянса Renault-Nissan. А сейчас, скорее всего, для сборки новеньких лад придется брать то, что есть.